я слышал германцы выращивают зубы они для этого используют сприч с помощью сприча они из рук вытаскивают стволовую клетку и уколом сюда ствола и клетка уже выращивает зубы но это принципе не это не германцы изобрели американцы смотрите они использовали уже эти эксперименты уже давно на кошках там выращивали спинной мозг эксперименты проводили на разных животных вот выращивает даже сердце поврежденное сердце с помощью стволовых клеток стволовую клетку они делают из крови вот стволовая клетка даже выращивает глаза видите вот они используют специальные стимуляторы вот эти стимуляторы электрические стимуляторы они делают очень быстрая регенерация вот с помощью этих электричества вот минус плюс они кровь превращают эти стволовые клетки здесь все 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 подробно описывается она стимулирует и у рукава растает вот кровь превращает этот с помощью ее плюс минус напряжения вот превращает стволовую клетку мой аппарат высокого напряжения точно также с помощью волос создает кровь стволовую клетку вот и все весь фокус тут ничего трудного нет мы сами являемся аппаратами для омоложения просто нужна земля которая создает высокое напряжение землю сотворил бог он сделал рай а в рай в район сделал этот каменный уголь который изолировая изолировала энергии молния но только адама и его он прогнал из рая и они умерли а якутия она после потопа поэтому вся якутия вроде бы раньше было раем но она сейчас под льдом и когда будет глобальное потепление весь лед растает и каменный уголь поднимется наружу и мы будем как бы постоянно омолаживается из этого и будем жить вечно на земле в раю но когда это будет я не знаю скорее всего после конца света а конец света наступит из-за того что мы все время сжигаем наш кислород но нового кислорода не делаем а все должно быть так каменный уголь изолирует молнию молния выходит от растений от иголок растений вот отсюда энергия выходит и создает озон озон поднимается наверху и она как бы уже как кислород падает на землю когда наступает полярное сияние получается все связано все связано человеческое умоложение атмосферное давление вот кислород иголки растений молния каменный уголь все это связано только есть одна проблема а эта проблема это наука наука она противится постоянно противится не дает людям узнать истину поэтому я бы посоветовал читайте материалы игра галкина смотрите его видео чтобы понять что наука вас обманывает и тогда вы будете жить вечно вот и все